Дорогие друзья, всем привет! Сегодняшний влог я буду снимать вместе с Оскаром Каймаковым. Оскар является адвокатом в Алматинской городской коллегии адвокатов. Также он является учредителем юридической фирмы Каймаков и партнеры. Оскар очень активно ведет свою собственную страничку в фейсбуке, где делится различными ситуациями из профессиональной деятельности и просто жизненными ситуациями. Я, кстати, вам рекомендую на нее подписаться. Оскар, приветствую тебя. Как дела? Нормально. Как сам? Тоже все хорошо. Спасибо большое за то, что ты согласился дать интервью. Всегда рад. Ты поступил в Казгюа в 2004 году. Расскажи, пожалуйста, о своем образовании. Если рассказывать про образование, это отдельную, можно, тему развития. Дискуссии. Два курса я окончил в Казгюа. Потом мне руководство университета отказало в переводе на обучение на основе экстерната. Я, все-таки, перешел в АГУ. Там три курса окончил за один год. В 2004 году, получается, на два года или на три года, 26 сверхзверстников. Раньше сверхзверстников выпустился. Недолгое время поработал в торговой компании в Алмуте. Потом в Астане в системе Казаногаза. Потом в 2006 году пошел на службу в органы внутренних дел. Два года почти проработал в должности следователя. Потом с 2007 по 2011 год проработал в банковской системе. От специалиста до директора департамента прошел путь. Потом мы с товарищем решили открыть юридическую фирму. И вот с 2011 года я занимаюсь частной практикой. Давай поподробнее остановимся на периоде, когда ты, получается, начал работать следователем. Это был городской департамент полиции города Алматы. Тогда он назывался департамент внутренних дел. А почему ты решил вообще пойти именно следователем работать? Потому что работа следователя, она, с одной стороны, такая, можно сказать, креактивная. То есть ты, согласно уголовно-процессуальному кодексу, являешься независимым лицом. Самостоятельно принимаешь процессуальные решения. Самостоятельно решаешь, какие тебе проводить следственные действия и так далее. Ну, это, конечно, на бумаге, потому что молодому следователю никто там полной свободы действий не даст. В любом случае неформально все это согласовывается с твоим руководством. Ну, и, конечно, есть институт наставничества и так далее. Потом эта работа сочетает в себе и работу юриста, процессуалиста. То есть ты даешь квалификацию, деянию, совершенному человеку поступка. Дает тебе возможность, так сказать, искать истину. То есть процесс у нас заключается в том, что необходимо установить объективное обстоятельство дела, как все было на самом деле, и дать им юридическую квалификацию. То есть что усматривается в деяниях субъекта, либо там вообще ничего не усматривается. В таком случае уголовное преследование должно быть прекращено. Вот это мне нравилось. Я с детства вообще хотел работать в милиции, но, понятное дело, что дети, они не понимают, чем отличаются различные профессии внутри органов внутренних дел. То есть там же не только следователи работают. Есть оперуполномоченные, криминалисты, наружные службы, спецназ тот же самый и так далее. А когда уже ты получаешь юридическое образование, ты понимаешь, чем одна работа отличается от другой. И поэтому я решил быть следователем. Расскажи, пожалуйста, то именно особенно тебе запомнилось в период твоей работы следователя. Какие-то, может быть, ты вел громкие дела, расследования. Лично я громких дел не вел, за исключением случая, когда я был прикомандирован к следственной группе. Там достаточно резонансное дело многое, эпизодное мошенничество расследовалось. А так, ну, больше запомнилась ежедневная рутина, то есть как поставлена работа, как молодых сотрудников обучают работе. Ну, конечно, как первый раз человека, когда закрывал. Первый выезд, ну, запомнилось на самом деле очень много что. Много с кем подружился, с кем до сих пор поддерживают дружеские отношения. Кто-то уже давно не в органах, так же, как и я. Кто-то до сих пор продолжает служить. Воспоминаний очень много осталось. Сейчас ты являешься адвокатом в Алматинской городской коллегии адвокатов. Абсолютно верно. Кто это за организация и какие основные твои, ну, в общем, основная твоя деятельность? Это объединение адвокатов. Есть закон об адвокатской деятельности, юридической помощи. В соответствии с ним сформированы республиканская коллегия адвокатов и территориальные коллегии адвокатов, которые мы обязаны иметь членство для того, чтобы осуществлять свою деятельность. То есть это два условия. Первое – это лицензия на занятия адвокатской деятельности. Второе – это членство в коллегии. То есть вот без этих двух элементов ты не можешь заниматься адвокатской деятельностью. Каких-то у тебя там обязательств перед коллегией нет, кроме уплаты членских взносов. То есть это неконтролирующий орган. В фильмах обычно показывают, там, кого-то арестовывают, ему предоставляют бесплатного адвоката. Это твой случай или же нет? Нет, у нас точно такая же система. То есть у нас Конституция гарантирует каждому гражданину право на квалифицированную юридическую помощь. Но в этой системе это называется гарантированная государством юридическая помощь. В ней участвуют адвокаты, которые заключили соглашение с органом юстиции территориальным. То есть ты должен туда прийти, подать документы соответствующие и заключить с ними договор. В таком случае тебя будут по назначению использовать. Это называется адвокат по назначению. Я в этой системе не участвую. То есть соглашение я не заключал. Это вещь добровольная. Адвокатов к этому никто не принуждает. То есть сама коллегия, они тебе никаких дел не поручают? Нет. То есть ты просто ведешь свою частную практику? Любой желающий может к тебе обратиться с любым вопросом? Абсолютно верно. Есть ли этот вопрос в сфере моей компетенции? Может, есть вещи, в которых я недостаточно разбираюсь для того, чтобы кого-то консультировать или оказывать помощь? Давно я видел Facebook. Ты публиковал статью из газеты. Если я не ошибаюсь, ты ведешь это дело, да? То есть там парень вроде бы встал на защиту девушки. Кстати, эта статья есть в интернете, вы можете прочитать. На данный момент он сидит в СИЗО полгода. Да, аж из смысла. Он как бы защитил девушку от двух мужчин, которые начали к ней приставать. То, что они были пьяны. Это твое дело, да? Я в это дело вступил буквально недавно, причем на началах пробону. Пробону это, так сказать, для общественного блага, когда ты не берешь гонорар за это дело. Да, потому что не только консультацию, но вообще полностью вся моя помощь является по данному делу безвозмездной. Почему? Ну, потому что, во-первых, это общественная нагрузка, социальная ответственность так называемая. Во-вторых, это есть вот дела, которые чем-то тебя цепляют. То есть, ну, ты видишь, что вот это положение вещей, да, оно крайне несправедливое. Есть гарантированные, опять-таки, конституции право на необходимую оборону, когда посягают либо на тебя, либо на кого-то посягают. И институт этот сам по себе очень правильный, потому что, ну, я не знаю, мы должны воспитывать граждан таким образом, чтобы они вели себя морально правильно в определенных жизненных ситуациях. И вот если идешь ты по улице, да, и смотришь, там, обижают, там, девушку, ребенка, да, или просто, там, двое на одного, да, право должно воспитывать, и правопримирительная практика должна воспитывать такое поведение, что любой, имея физическую возможность, да, вмешаться и помочь человеку, он должен вмешиваться. А в данной ситуации произошло ровно наоборот. То есть за нравственный поступок, да, морально правильный, человека, по идее, сейчас привлекают к ответственности. И более того, мне очень заинтересовало, почему суд два раза подряд, даже после того, как городской суд отменил вот это постановление незаконное о возврате дела прокурору, районный суд вновь принимает точно такое же решение. И, то есть, опять-таки, это противоречит самим целям возврата дела прокурору, а суд там пишет своему поставлению, что необходимо, вот, почти прямо указывает прокурору, что необходимо дело квалифицировать уже по более тяжкой статье, да, переквалифицировать на вторую часть. Причем прямо вплоть до того, что указывает конкретные пункты, по которым необходимо квалифицировать деяние подозреваемого. Поэтому я встретился вот с супругой обвиняемого, ну, естественно, потом сразу же с ним встретился, предложил свою помощь и вступил в это дело. Потому что я считаю, что не должно быть такой правоприменитой практики в стране, когда защитника людей, либо когда человек сам защищался, да, либо тем более, когда защищал другого человека, его впоследствии привлекали за совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления. Для этого есть специальные статьи, по которым, если даже вот идет превышение, вот за них и должны привлекать. А как вообще, допустим, ты узнал об этом деле? То есть, вот, ты говоришь про бону, ты это дело взял. Как обычные адвокаты узнают про такие дела и берут их про бону? Ну, город же на самом деле хоть и двухмиллионник, да, но он очень маленький. Все друг друга знают. Вот. Ко мне обратились люди, рассказали про эту ситуацию. Я заинтересовался, решил встретиться уже с людьми непосредственно и вступил в это дело. Какие еще интересные дела на сегодняшний день ты видишь? Ну, о которых можно, конечно, раскрывать, там, детали. Я могу рассказать об одном деле, тоже, кстати, интересное дело. В 2007 году люди покупают дом, кредит. Потом необходимо уехать в Астану по семейным обстоятельствам. Они дом выставляют на продажу. На этих людей выходит женщина, подруга матери. Говорит, продайте мне. Ну, ладно, хорошо. Условия были такие. То, что вот эта женщина, она забирает этот дом, в ответ передает этим людям квартиру в городе Астане, закрывает за них остаток кредита, ну, то есть переоформляет вообще кредит на себя и доплачивает наличкой. В то время, ты помнишь, были огромные цены на недвижимость, там, аналогичные дома, они стоили порядка там 600-700 тысяч долларов. На этом порешили, она вот наличкой давала доплату. Ну, люди переехали уже в Астану, не дождавшись этой квартиры, потому что им срочно надо было. И вот этой женщине надо было срочно в дом заехать, и им надо было срочно в Астану переезжать. Около года, по-моему, вот эта женщина-покупатель платит кредит, через год перестает кредит платить. Ну, те, естественно, выясняют. Те говорят, ну, банк отказывается переоформить кредит. Вот у меня сейчас там тяжелое материальное положение, там, ну, подождите, я по-любому буду платить дальше. Так, по-моему, год или два проходит, она не платит кредит. Потом Зоин говорит, надо с банком судиться. Дай доверенность моему юристу. Ну, вот вязательные мысли, хорошо, ладно, дам. Мамина подруга. Дает доверенность. Потом это юрист говорит, вот какое-то заявление надо подписать. Та тоже вот, ну, это, конечно, огромная ошибка. Да, если помнишь, я вот недавно писал статью, вот советы юриста. Да, да, всегда читайте скрупулезно, вникайте, убедитесь, что вы все понимаете, то, что вы подписываете. Да, хоть родные родители даже вам это дают, потому что, возможно, их отманули. Она подписывает какое-то заявление. Потом она уже узнает то, что вот эта женщина, она подает иск в Медеусский районный суд. В Иске пишет, что в 2011 году было землетрясение. Дом был землетрясением полностью уничтожен. В связи с чем я на этом участке построила новый дом. Потом мне жить негде было, в два раза больше по квадратуре. И прошел суд признать за мной право собственности. А вот этот вот документ, который клиентка подписала, не прочитав, да, это заявление, что она вот дает согласие. Причем там вот две юристки участвовали. Эти обе юристки, это подруги вот этой вот женщины. С тех пор она ходит судиться. Она там проиграла уже несколько процессов. Ну, на самом деле, при этих обстоятельствах у районного судьи не было основания отказать. Потому что он видит то, что дом уже построен. Есть заявление. Да, то есть вот таким хитрым образом она взяла, во-первых, покупатель. Она кинула банк, потому что дом разрушился. Соответственно, право на залога тоже больше не существует. Вот осталось право залога на земельный участок. Но земельный участок с чужим домом, сам понимаешь, с аукциона никто покупать не будет. Это никому не надо. И кинула мою клиентку. Потому что, ну, получается, все, она уже ничего ей платить не собирается. Так и заявляет. Да, ну, обратилась к нам. Слава богу, что органы внутренних дел нас поддержали. Было возбуждено уголовное дело. В последующем, после личного приема, данное дело было взято на контроль прокуратурой районной. Насколько я знаю, сейчас уже и департамент полиции взял на контроль. Уход до судебного расследования этого дела. Ну, то есть вот так вот. У женщины был дом стоимостью 700 тысяч долларов. Теперь она осталась с кредитом порядка, там, 70 или 90 миллионов тенгенов. Скидку не вспомню. И без своего дома и житей теперь негде. Причем она сертифицированный бухгалтер на руководящей должности до этого банки работала. А теперь она вот днем работает неофициально в детском садике, по-моему, или где-то. А по вечерам еще она там, ну, ездит и уборку дома людям делает, чтобы концы с концами сходить. Вот сейчас этим делом занимаемся. Надеемся, что в скором времени оно в суд выйдет с обвинительным актом. Ну, я надеюсь, все пройдет успешно и вы выиграете это дело. Надеюсь. Ну, сопротивление огромное. Там татешка такая, достаточно серьезная. Занимала ряд государственных должностей. Кавалер ордена Курмет. И, то есть вот каждый раз пытаются рвать следственные действия там кому-то, звонить на кого-то, выходить, подключать какие-то связи. Ну, ни разу такого не было, чтобы кто-то уходил от нас. В любом случае, справедливости и законности мы по этому делу будем добиваться до конца. В 2014 году ты направил обращение на имя генерального прокурора России о привлечении депутата Госдумы и лидера ЛДПР Владимира Жириновского к ответственности за его высказывание в отношении Казахстана. Расскажи, пожалуйста, про эту историю и чем она в итоге закончилась. Прикольная история. Это так, можно сказать, в порядке троллинга было сделано. Потому что Жириновский, по сути, он политический тролль тоже. Благодаря таким громким каким-то заявлениям, он создает себе какую-то репутацию, очки какие-то зарабатывает и, можно сказать, что троллит. Я решил такой же ход сделать, его чуть-чуть потроллить. У нас есть между нашими странами заключена Минская конвенция, так называемая, в рамках которой мы, как граждане Казахстана, имеем право напрямую обращаться в правоохранительные органы Российской Федерации. Я взял и обратился в Генеральную прокуратуру России. Она поручила проведение проверки, если я не ошибаюсь, Следственному комитету. Следственный комитет без возбуждения дела, правда. Я изначально рассчитывал, что дело все-таки возбудит, экспертизу проведут. Или в рамках следственной проверки это сделают. Но ни того, ни того сделано не было. Они передали, при Государственной Думе есть комитет по этике. И туда Жириновский пришел, писал объяснительную. Они все там отписывались, объясняли, что было сделано по данному делу. А, то есть он там, где пришлось все-таки оправдывать? Ну да. То есть в этом и прикол, что пошел и написал объяснительную. С тех пор вроде бы больше не допускал такого. Я хотел бы напомнить, что это, что забыли за высказывание. Жириновский говорил, что независимых республик быть не должно. И что нужно создать средне-адьянский округ. Да, он говорил, что не должно быть, если память не изменяет, республик Средней Азии. То есть это вот наша страна, Киргизия, Узбекистан. В смысле, как это не должно? Ты недавно окончил магистратуру научно-педагогического направления, высшей школы правой, с ней началось, атлет Каспийского общественного университета. Я тебя хотел бы поздравить в первую очередь. Спасибо. Ну, пока рано, потому что я не защитил свою магистрскую диссертацию, отложил это на следующий год. Я ее написать написал, но, честно говоря, она мне не понравилась. Я теперь хочу ее переписать так, чтобы она мне самому нравилась в первую очередь. Ну, теперь защищаться буду в следующем году. А так, я закончил курс обучения, сдал экзамены. Я бы хотел поговорить об обрадовании в сфере юриспруденции. Твой взгляд, твое мнение. И в конце, может быть, какие-то советы по вузам для молодых ребят, которые хотят стать адвокатами, юристами? Ну, к сожалению, все достаточно плохо, я бы сказал. Потому что, кроме Каспийского университета, ну, то есть, если ты хочешь быть цивилистом, то есть, цивилист, а тот, кто специализируется в области именно частного права. То есть, право, регулирующее отношения равных сторон. Ну, гражданского права, грубо говоря. Тогда, кроме как Каспийский университет, другой университет вряд ли сможет дать тебе такие же хорошие знания. То есть, сейчас вся, можно сказать, элита юриспруденции сосредоточена там. Цивилистике. Да, преподавательский состав. Более-менее, это выпускники КАСГУ, КИМЭПа. КАСГУ вот 50 на 50. То есть, кто хочет там учиться, они знания получают. Кто не хочет, вот не знаю по какому принципу, но свои зачеты, экзамены они каким-то образом там сдают. Потому что, бывает, выпускник придет прям супер, а бывает на собеседование, не имею в виду. А на работу когда-то придет. Да. А бывает, приходит, что вообще элементарных вещей не знают. То есть, те вещи, которые... Вот когда я, по крайней мере, в КАСГУ учился, если ты не знаешь, что такое сделка, тебе даже тройку не поставят. В любом случае, на следующий курс ты просто не перейдешь. Ты будешь два, три, четыре, хоть десять раз будешь пересдавать, пока такие вот базовые вещи ты не выучишь. И непонятно, каким образом вот такие люди не получают дипломы юристов. Потому что я сам считаю, что профессия юриста, она не менее важна, чем профессия врача. И если выпускать таких юристов, они же завтра станут следователями, прокурорами, теми же адвокатами, кто-то, возможно, судьями, чиновниками. Я имею в виду административных органов, да, которые в силу своей безграмотности, которые... Вот я не знаю, почему опять-таки преподаватели идут навстречу и заполняют им зачетку, но завтра это же будут те люди, которые будут применять право и без его достаточного знания. Ну, это то же самое, как врачи, которые не умеют людей лечить, и вместо лечения, да, их будут убивать. Точно так же и будут такие же следователи, прокуроры, да, которые, не зная закон, либо не понимая закон, да, они будут распоряжаться людскими судьями. Это, на мой взгляд, очень печально. В одном из своих постов ты написал, что ты зарегистрировал свое согласие на изъятие органов в случае твоей смерти. Для чего, почему ты решил это сделать? Ну, я думаю, почему бы и нет. После моей смерти я вряд ли смогу как бы либо этими органами пользоваться, распоряжаться, поэтому если это поможет кому-то спасти жизнь, либо здоровье, либо кому-то помочь, тот, кто давно ждет транспортации, почему бы и нет, раз они мне все равно не нужны. Это нужно обязательно регистрировать где-то? Вообще без проблем, это пятиминутная процедура, заходишь на ЕГОВ и по специальной форме там регистрируешь эту свою согласие. Также в Фейсбуке ты даешь различные советы гражданам о юридической грамотности, да? Вот поделись, пожалуйста, какие основные советы ты бы мог дать? Ну, советов на самом деле любой практикующий юрист, я думаю, может дать очень много. В первую очередь, это необходимо знать законы той страны, в которой ты живешь, потому что сам знаешь, что незнание законов не освобождает от ответственности. То есть, ну, по крайней мере, общую часть гражданского кодекса, я думаю, что должен знать каждый гражданин, который живет в этой стране. Надо знать, какие есть налоги, какие случаи, когда их необходимо платить, когда их можно не платить. Конечно, в первую очередь необходимо себя вести всегда добросовестно, потому что это то, на что всегда будет смотреть любой судья, любой следователь, любой прокурор при рассмотрении хоть гражданского, хоть уголовного дела. То есть, даже если ты не знал законов, да, но законы же они взяты, ну, не из космоса к нам, а инопланетяне их привезли. Их придумали люди, руководствуясь здравым смыслом, так сказать, логикой, здравым смыслом, какой-то философией, право. И любой человек, более-менее образованный, хотя бы со школьным, да, образованием, он может для себя определенные выводы сделать, в какой ситуации, как надо поступать. Это и называется добросовестность. Ей надо руководствоваться каждый день. То есть, ну, пообещал кому-то, сделай, чего бы тебе это не стоило. Не можешь сделать, предупреди человека, и обоснуй, почему ты не можешь это сделать. Ну, опять-таки, тут необходимо все-таки законы знать, хотя бы базовые, на что-то ориентироваться. Советов очень много, я рекомендую вам тую публикацию, которую я опубликовывал, все-таки прочитать. Для этого, как раз-таки, как я уже говорил, подписывайтесь на Facebook Аскара, и там вы можете прочитать. Я уверен, что вы точно не пожалеете. Аскар, спасибо тебе большое за твое время, за это интервью. Будет очень интересно, так что обязательно посмотрите, поставьте лайк, подпишитесь к Аскару на Facebook. Всем всего хорошего. Надеюсь, к адвокатам будете обращаться только по позитивным моментам, а не с проблемами. Спасибо тебе.